Потому что, естественно, этого Наркушу найти не трудно, потому что очень узок круг интеллигентных людей в городе Альбукерке, их не так много, и в общем среди известного контингента у всех на виду, да они в общем и не сильно прячутся, потому что соображений-то уже не хватает, чтобы прятаться там на винте, посидев, судя по их внешнему виду, не один год. А зачем? Непонятно, зачем прятаться-то. Опять-таки, с точки зрения сотрудника правоохранительных органов наркобарых ловить нехер делать вообще – это сейчас, в настоящий момент там усложнилось несколько ряд аспектов, когда закладки, когда нельзя установить какие-то момент передачи, размер дозы там и всякая фигня. Совсем недавно ну вот у нас был правобережный рынок известнейший. Мы обсуждали, не обсуждали. Я уже впадаю в маразм, я тупо не помню, поэтому если повторяюсь, прошу не обессудить. Правобережный рынок, на котором азербайджанская диаспора продавала героин в промышленных масштабах, в космических – это был самый крупный центр по продаже героина в Европе. Ну а рядом дома, в которых наркобарыги, а в этих домах точки, так сказать, где продают, а возле каждого подъезда стоит наряд милиции, идёшь покупать – ну заплатил наряду милиции, пошёл покупать, вышел, всё прекрасно, горы шприцов там и прочее, и прочее. Два раза менялся героин, два раза наркоманы вымирали, и они были уверены, что это как… КГБ? Да, в происке КГБ, но в чём проблема-то найти, где торгуют, я даже понять не могу, в чём проблема – участковый типа не знает, кто у него на участке живёт, а отдел уголовного розыска не знает, кто у него торгует – это бред сумасшедшего вообще, т.е. это в башке у граждан там какие-то жуткие героиновые торчки какими-то миллионами чудовищными. Всегда хочется задать вопрос. Вот водяру в магазинах продают. Вокруг вас, я правильно понимаю, вокруг вас все алкоголики или нет? Или большинство там это – раз в неделю или на праздник принял, и как-то всё. Так и там то же самое. Ну и все они известны, как вы совершенно верно подметили. А выяснить у них, кто же это продаёт – да он молчать не будет никогда, это ж наркоман, т.е. животное, он тебе сразу всё расскажет, где он что берёт. Ему-то насрать на барыгу, на эту барыга на нём наживается, они их ненавидят. Сразу всё расскажет. Вот секрет. А теперь давайте перейдём к самому главному. Участковый знает, оперуполномоченный знает, начальник уголовного розыска знает, почему же точки продолжают торговать. Вот мне интересно, а? Загадка. Вы знаете, это загадка, да, и объяснения этому быть не может. Тут же неоднократные диалоги внутри отдела по борьбе с наркотиками местного по поводу того, что «Ну, вот мы винтовых-то проредили, но так как главный на районе барыга теперь сидит или лежит в земле, мы ждём, кто займёт его место». Свято место, пусто не бывает. Т.е. они просто знают, что, во-первых, вся их борьба – это борьба с прыщами вместо того, чтобы печень лечить, даже никто вообще не испытывает иллюзий, не скрывает ни друг от друга, ни от окружающих, т.е. ловить этих самых мелких бегунков, ловить какие-нибудь на дому устроенные самодельные лабы – это всё пожалуйста, но вот дальше никто не пытается пойти вообще, даже не пытается. Потому что деньги, потому что и участковый, и оперуполномоченный, и начальника колодка – они все с этого живут, все с этого живут, все получают долю и типа «не нужны нам твои денежки, Буратино». Смешно. Был хороший фильм «Red Hit» называется, который у нас почему-то переводится как «Красная жара», какая в жопу жара, блин, да. Идиоты, блин, где Белуши там грустил с Арнольдом, что типа «вот у нас наркотики, надо расстрелять наркоторговцев». Политики не позволят, надо расстрелять политиков. Вот решение, да. Но в рамках капитализма он наш любимец – президент Дутерте на Филиппинах, а чего вы на них смотрите? Убивайте их нахер, блин, ну естественно, под таким благим предложением сотрудники наркоторговческих организаций тут же принимаются мочить друг друга, устраняя конкурентов окружающим, то кажется, что идёт борьба с наркомафией, смешно. Никого вы там не убьёте, самих себя, что ли, в голову застрелить? Чушь какая. Не, ну в Таиланде в основном побороли. Ну смотря что. Ну это же был золотой треугольник, откуда хмурый вывозили опять же в планетарных масштабах. Ну не для себя же. Таиланд, Камбоджа… Лаос. Лаос – вот там, а теперь в Таиланде… Там, кстати, сидел Пол Потт недобитый, когда его вьетнамцы шуганули из кампучи, Пол Потт забрался в этот золотой треугольник, и там его американцы продолжали спонсировать как отличного борца с коммунизмом. Молодец. Баксов 80 миллионов вроде по вьетнамским, так сказать, сведениям ему туда дали, а американские военнослужащие вывозили оттуда героин в гробах с убитыми американскими солдатами, которых там 50 с лишним тысяч замочили вроде во Вьетнаме. Ну и тут же наши стали рассказывать ту же самую историю, что это советские из Афганистана вывозили в гробах с мёртвыми солдатами героин. Сразу стало интересно, где вы при советской власти видели героин? Мне вот просто интересно, где вы его видели вообще? Мы мечтали, как все тупые дети, попробовать, только его не найти было никак, а тут, видимо, проклятые советские офицеры организовывали сеть избыта… Сами всё сдал, судя по всему… Да, так вот в Таиланде-то, в общем, наркоторговли нету и, ну, по крайней мере, в промышленных масштабах купить даже траву там вообще просто так нельзя. Более того, за это могут шлёпнуть… На острове Пхи-Пхи мне предлагали, там бегал молодой человек по пляжу, там конопля торчала в этой, всем предлагал там какие-то вот таких размеров косяки, вот такого диаметра просто. К нему майси-косяк хороший. Как это, я не знаю, как у волков, ну пограги там. Ну там соседи курили, говном каким-то воняет, а по соседям что-то не видно, что их хоть как-то там нахлобучивает, явно дрень какая-то. Ну там даже кальян курить в общественных местах запрещено, потому что товарищ оперуполномоченный нервничает, что вы там курите? Ему приходится бежать к валу проверять – а там табак, т.е. у него калории сжигаются, а толку никакого, поэтому в Таиланде кальян курить запрещено, дома долби сколько хочешь, на пляже нельзя, в ресторане нельзя, нигде нельзя. Приехав… Даже на балконе, если балкон видно с улицы, строго не рекомендуется, строго не рекомендуется, т.е. курить-то, конечно, можно, но это не значит, что к тебе не поднимется оперуполномоченный опять же проверить, что вы там долбите. Мы с Дементием прибыли во вьетнамский город Ньячанг, немедленно вышли на набережную, забили по трубочке и начали курить. Табаком забили, блин. Намётанный глаз-то сразу видит сотрудников, как действующих, так и бывших, там такой дедушка с фотоаппаратом ходил мимо нас. В 8 или 9, наверное, раз прошёл, да, Дементий, я всё время забываю. Он смотрел на нас просто квадратными вьетнамскими глазами, что наши действия вызвали, как что-то мы такое делали, какое-то святотатство адское, но он, видимо, нюхал всё время пахнет табаком дорогим. Ну а потом мы пошли по магазинам, а оказалось, что все трубки, которые там продаются, они все – чашка, в ней сетка, т.е. всё для курения дури, да, а мы вроде как сидим и нагло курим посреди вообще скопления народа, т.е. видимо, тоже как-то не приветствуется. У нас был случай. Вот случай у нас ещё один был. Там на военно-исторический фестиваль, посвящённый реконструкции позднего Средневековья, приехали наши товарищи – Саюга, не буду говорить, с какого города, но Саюга. Мы у себя в штабе по случаю приезда других гостей немедленно накрыли поляну, там, как положено, водка, закуска, еда, всего много, но они с нами выпили стаканчика по-три, я говорю, пойдём вас тут в парк замечательный, погуляем, и всей бандой ушли погулять. Ну и сидя на лавочке, вытащили они пакет с травой, там, с двумя жмениями такими, тут же забили два отличных, там, три, я не помню, короче, каждого по отличной папиросе и принялись доплить. Мимо шёл наряд ППС, они просто это – вы чё, охренели? На что им наши гости с юга сказали – а что тут такого, это просто косяк. Что сказал ППС? ППС отнял у них всё, что было, и сказал – больше не грешите так тут, нельзя тут так делать, но мы понимаем, что у вас, видимо, так плита, здесь нельзя, идите к друзьям водку пить, вот так вот сказали они. Добрый наряд попался. Понюхав, так сказать, чем от них пахнет, помимо, они поняли, что они ещё и слегка под синим газом, не только под зелёным, и отправили их обратно к нам, мы прям очень сильно перекрестились за ними. А потом будут рассказывать о зверствах полиции. ППС самим нужно было просто. Понятно. Но не на улице. Да. Вот. Это мы так поделились своими наблюдениями касательно наркомании, наркораспространения и употребления в публичных местах. Немедленно напрашивается цитата «Донни» – здесь не Вьетнам, здесь есть правила. «М-нам-нам» – там – жёлтко. вок 얼епец в share. Редактор субтитров А.Семкин-губ. Ол Young А. Elena. Субтитры подогнал «Симон»!